В этом году исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. После трагедии из опасной зоны было эвакуировано более 115 тысяч человек. В ликвидации последствий аварии участвовали свыше 600 тысяч человек. Среди них было и 2,5 тысячи наших земляков. 900 из них уже ушли из жизни. Многие стали инвалидами. Наши ребята уже стояли в это время у открытого реактора и ценой своего здоровья, ценой своей жизни защитили нас. Нас даже в том числе. И сохранили жизнь многим людям. Последствия аварии были тяжелыми для всего населения Советского Союза. Радиацией оказались загрязнены многие регионы Украины, Республики Беларусь, западные части нашей страны. В Рязанской области в зону с ольготным социально-экономическим статусом вошли в то время 19 районов с населением 180 тысяч человек. В дни 30-летия катастрофы памятные стеллы чернобыльцам открываются в Спас-Клепиках и Ряжске. Они станут еще одним напоминанием о доблести тех, кто ликвидировал аварию. Памятные стеллы – это не праздничные. Это в наседании людям, живущим и будущим поколениям, что с атомом служить, сушить нельзя. Память тех, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия катастрофы, собравшиеся почти минутой молчания. К памятнику легли живые цветы. Продолжатся памятные мероприятия в областном центре панихидой. Ветеранам-чернобыльцам вручат награды. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь со стороны государства. По одним из данных, с 1991 по 2015 год на ликвидацию катастрофы с федерального бюджета было направлено практически 10 миллиардов рублей. Эта работа должна продолжаться. На территории Рязанской области правительством Рязанской области предпринимаются исчерпывающие меры для того, чтобы поддерживать ликвидаторов и приравненных к ним лиц. Последствия трагедии не только социально-экономические, экологические, но и духовные ощущаются до сих пор. И эхо-чернобыльской катастрофы будет звучать еще не одно десятилетие. Именно поэтому история этой беды и история преодоления ее последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили.